Самарские КВНщики этот год начали с рекордов. Сразу пять команд будут представлять наш регион в премьер-лиге КВН. Счастливчики определились на 35-м международном фестивале клуба веселых и находчивых «Кивин-2024». Он прошел в январе в городе Сочи. Приехали около 600 команд со всей России и стран СНГ. От нашего региона было заявлено 25 объединений. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионального мастерства. За успехи капитаны сборных, вышедших в премьер-лигу, получили благодарственные письма от главы города Елены Лапушкиной. Среди них был и Александр Прохоров. Молодой человек играет уже 6 лет. Признается, за это время успел горячо полюбить это занятие. И кажется, на всю жизнь. КВН – это все равно крутое комьюнити, где у вас всегда есть о чем поговорить. Я думаю, в этом основной прикол этой игры. Но соперничество у нас идет до игры. А во время игры у нас чисто дружба, любовь, взаимовыручка, взаимопомощь всегда. Также в 2024 году официальная лига «Самары» получила новый статус и стала называться «Центральной». Теперь команды из других регионов могут приезжать и играть с нашими ребятами. Это лига уже с серьезной подготовкой команд, которые в следующем году будут играть в телевизионных лигах на федеральном уровне. Поэтому ответственность высочайшая. География команд от Калининграда до Ялты. Сейчас 80 заявок. Это очень много. Идет большая редакторская работа. Веселые и находчивые в перерывах между выступлениями занимаются и активной социальной работой. Отправляют в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Собирают все то, что так необходимо на передовой. Продуктовые наборы, теплую одежду, окопные свечи. А уже 15 марта ребята приедут в госпиталь, где проходят лечение солдаты. Нашим парням помощь нужна. Это наши с вами соседи, это наши с вами родные, это наши с вами друзья детства. Любое внимание, мне кажется, они будут за это крайне благодарны. Обсудили на встрече с главой города и ближайшие планы. По традиции весной самарские каванщики участвуют в месячнике по благоустройству. Субботники у веселых и находчивых проходят в необычном формате. Молодые люди не только помогают приводить территорию в порядок, но и показывают смешные конкурсы. Ребята пригласили Елену Лапушкину к ним присоединиться, а чтобы быть на одной волне, главе города вручили памятный подарок – яркое худи. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Константин Головин. События.